Про 2020 есть все основания сказать, что это был тяжелый год. На моем канале появилось несколько меньше видео, чем появлялось раньше, но кое-что удалось сделать. Я часто не могу удержаться от того, чтобы снять салюты для плейлиста из окна, но в этот раз 9 мая я понял, что мне скучно просто показывать салют еще раз, так что я постарался придать этому дополнительный смысл. Марши памяти Бориса Немцова я снимаю каждый год. В этот раз снайперы на крыше кинотеатра Пушкинский особенно хорошо были заметны, просто красовались. Тогда же в толпе я заметил Егора Жукова, в ту пору восходящую звезду российского оппозиционного движения, а сейчас он ведущий передачи «Условно ваш» на Эхе. Полицейские столпились у дверей штаба Навального, которого через полгода отравят новичком. Предчувствия были мрачны, и они во многом оправдываются с каждым днем сейчас. В марте последний адрес еще установил таблички и объявил эпидемический перерыв. Москва выглядела тогда невероятно пустой. Вскоре после мартовской установки я заболел чем-то похожим на популярную болезнь и взялся изучать новые для меня методы анимации. Лесные съемки этого года нельзя назвать успешными, но во время карантина птицы и животные стали появляться в таких местах, где этих видов обычно не уничтожили. В частности, мне удалось снять довольно редкого белоспинного дятла, что я счел удачей. Пауза в работе последнего адреса и незадолго до этого установленная тысячная табличка в России стали поводом наконец собрать вместе отдельные яркие, запомнившиеся мне моменты, накопившиеся за годы съемок церемоний последнего адреса. Таких ярких моментов набралось на получасовое видео. Мне и сейчас хочется еще раз поделиться с вами вот этими, например, словами. Так что жизнь наша была простая, но очень счастливая, потому что родители любили друг друга. Родители любили нас. Они нас мало видели, но вот это тепло в доме, оно же чувство тут. Я пришел в дом пионеров, и вот старшие ребята, абитуриенты или уже наполовину студенты дружили со мной. Я с ними мог говорить свободно о Пушкине, о Лермонтове, о Есенине, о Сибирянине, о Багринском, о Любимом Сельвинском и так далее. Изучение техник для видеоуправляемых данными на стыке видеомонтажа и внезапно программирования дало возможность осуществить давний замысел, показать распределение категорий населения России и бюджетных статей в наглядных диаграммах в видео «Кто работает в России и где деньги». Потом я поиграл с картами Google Earth, показывая хронологию гибели большого участка национального парка Лосиный остров, скорее всего, от Караеда. Мышей и полевок в этом году снять почти не получилось, поэтому я взялся за белок. Хотел было рассказать о том, почему белку так зовут, но так увлекся происхождением английского слова «сквиррел» и вытесненного им древнеанглийского слова «аквиорна», что до белки сначала не дошел. А потом мы с Олей Калашниковой выбрались на Бурцевские пруды рядом с химками, где сняли гнездо Ремеза и семейство лысух. Никогда в жизни лысух я так близко не снимал. Очень своеобразные и небанальные птицы. Дрозд кормит птенцов в гнезде, которое появилось на опушке леса, на фоне небывалого сокращения трафика и связанного с ним уровня шума. Пробелок пришлось сделать вторую серию, где я еще поговорил о культуре у животных. В июле за моим окном бушевала невиданная гроза. Частота и длительность молний напомнили мне грозы, которые я видел в Израиле. Вполне вероятно, что это связано с глобальным потеплением. Следующая совместная охота с Олей Калашниковой на этот раз в Измайловском парке. Здесь мы снимали с семейства чомк. И снова для меня это самые крупные планы этой птицы. Во время долгих карантинных каникул я вернулся к истории, которую уже рассказал раньше. Но теперь захотелось рассказать ее более аккуратно. О семействе родственных слов, к которому принадлежат слова поминки, демонстрация и дементор. В конце сентября мне довелось отправиться в поездку на Онежский полуостров Белого моря. Это было совершенно потрясающее приключение. До этого я бывал на севере не раз, и именно на Белом море снимал когда-то свое первое видео. Но сейчас это было потрясающе. Среди прочего, я лучше познакомился с местными жителями, которые мне представляются отдельным от остальных дорогих россиян народом. Здесь я впервые увидел северное сияние, и это совершенно незабываемый год. Не так давно я описал хронологию нашумевшего конфликта последнего адреса с руководителями Российского союза промышленников и предпринимателей, который продолжает развиваться и сейчас. В декабре я наконец-то разместил на канале рассказ, работа над которым продолжалось то ли сколько-то лет, то ли сколько-то месяцев, смотря откуда считать. Это рассказ о возникновении жизни на Земле, который для меня очень важен. Я постарался, чтобы его было интересно смотреть и тем, кто не очень разбирается во всякой там биологии и химии. Пятого декабря Меня пригласили снимать исторический марафон «Исторический день. Былое. Думай», который Вольное историческое общество провело в совершенно прекрасной библиотеке Шаненки, Московской высшей школы социальных и экономических наук. Это было чрезвычайно важно и интересно. Особенности этого года сказались на активности «Последнего адреса». Поэтому табличек в этом году тоже поставлено несколько меньше, чем раньше. На канале «Последнего адреса» за это время я добавил 63 видео, которые кроме одного сам и сделал. Спасибо, что посмотрели этот дайджест и что были со мной в этом году. Поздравляю вас с наступающим и желаю, чтобы как-нибудь Новый год, Код у каждого из нас оказался лучше того, что мы можем сейчас себе представить. Продолжение следует...